Приветствую вас! Давайте для начала разберёмся с тем, какой собственно вопрос вы задаёте. То есть, что это за вопрос? Это вопрос к психологу? Или это вопрос по трудоустройству? Это вопрос по тому, что вам делать, вопрос по тому, что вы хотите себе что-то поменять, может быть, или как, или что. Потому что, вот исходя из того, что вы написали, да, какого-либо запроса именно к психологу, именно к психологу запроса, я не увидел здесь у вас, в вашем тексте. Вот. И, соответственно, исходя из этого, не совсем понятно, что вы, собственно, менять-то хотите. И хотите ли вы вообще что-то менять? Понимаете? Какая история. Вот. Это первый, первый момент. Дальше мы с вами пройдёмся по, собственно, тексту, который вы написали. Вы пишите, что ушли от мужа с ребёнком в центр адаптации женщин и детей. Значит, соответственно, ушли вы не просто так, а, наверное, по ряду причин, да, которые у вас, ну, скорее всего, имели место быть. Соответственно, какие это причины? Из-за чего вы ушли? Развелись ли вы со своим мужем? Значит, требуете ли вы от него алименты или нет? Если да, то в какой стадии находится этот процесс? Если нет, то по какой причине нет, если вы не требуете от своего мужчины алименты на ребёнка? Вот. То есть, может быть, вы считаете, что не имеете права на это? Может быть, вы сомневаетесь в том, что имеете на это право? Я не знаю, но в любом случае, в любом случае разбираться с этим нужно, потому что в том числе и от алиментов, значит, зависит будущее вас и вашего ребёнка. Вот. Что касается дальше, что касается того, что вы пишите далее, далее вы говорите, что хотели бы, значит, работать, да, хотели бы, ну, работать больше, работать лучше, да, чтобы обеспечивать себя и ребёнка, вот, но у вас нет возможности пишите вы, и далее вы приводите, значит, соответственно, определённую, ну, аргументу, определённые аргументы вы приводите, на насчёт, в контексте того, значит, почему не можете, вот. Я вас не обвиняю, да, ничего не хочу сказать негативного, но очень похоже на то, что вы вполне возможно неосознанно играете в игру да, но, посмотрите об этой игре в интернете, я полагаю, что вам многие вещи станут понятны. Игра дано предполагает за счет определенного поведения, при котором человек, вот примерно как вы, задает некий вопрос, некий запрос создает, вот, и, значит, соответственно пытается решить свой запрос, ну, с помощью людей вокруг себя, вот, но при этом все сводится по итогу к тому, что вариантов нет, то есть, ну, просто, вот, нет вариантов. Соответственно, поскольку характер вашего вопроса не ясен, что-то непонятно, что вы хотите, непонятно, с чего вы хотите, непонятно, какой вопрос вы задаете, на какой ответ вы рассчитываете, какой помощи вы хотите получить именно от психолога, то я в первую очередь предлагаю вам, вот, вот, посмотреть, вот, про игру, вот, это первое, первое, что нужно сделать, посмотреть про игру, убедиться в том, что вы не играете в эту игру, дано, соответственно, если не играете, то нужно будет просто формулировать, цель, и далее посмотреть, значит, на задачи, из которых состоит эта цель, то есть, на возможные варианты достижения этой цели, и, соответственно, уже продумать требования, условия и формы этой самой задачи, то есть, происходит такая вот, ну, нормальная подготовка, да, нормальная деятельность по выработке модели поведения, вот. Если же вы действительно играете в игру, то у вас есть некие основания для того, чтобы задавать вопросы подобного плана, подобного толка, вот, только, к сожалению, ничего не решится, то есть, вот, через такие вопросы ничего не решится, вы ничего не добьётесь, потому что, как бы, основание, основание, причина, по которой, по которой вы задаёте этот вопрос, да, причина совсем другая, то есть, тут дело не в том, что вы не можете найти выход из положения своего, из ситуации. Дело в том, что у вас есть определённые потребности, и вы эти потребности сами, того не осознавая, пытаетесь удовлетворить. Опять же, я не хотел бы говорить сейчас о потребностях ваших, ну, потому что об этом лучше почитать, именно про игру, вот, а уже потом, когда вы будете в курсе, уже тогда можно будет разговаривать на эту тему, чтобы вы, ну, как-то, вот, отдавали себе отсчёт в том, что, что вообще происходит, что и почему происходит, вот. Я думаю, что это, вот, было бы, было бы лучшим вариантом для вас, это было бы, прям, вот, идеальным, идеальным вариантом, на самом деле. Чтобы нам, эээ, ну, исключить, эээ, исключить, эээ, исключить, эээ, ну, сейчас, нежелательные аспекты, да, чтобы нам, эээ, не тратить время, эээ, ну, сейчас, моё и ваше, эээ, попросту, попросту, да, вот, я полагаю, что нужно всё-таки исключить наличие игры, вот, и тогда уже, эээ, с вами можно будет работать. Если ещё игра есть, то тогда, соответственно, эээ, нужно будет работать в контексте выхода из игры и уже после этого думать о том, эээ, что вы, ну, что вы можете сделать для, эээ, у нас есть, достижения, эээ, своей цели, вот, что вы можете сделать для того, чтобы добиться того, чего хотите, вот. Я полагаю, эээ, что именно так можно ответить вам на эээ, вопрос на ваш, эээ, я надеюсь, что ээээ, мой ответ поможет вам, эээ, хотя бы, ориентироваться в том, что с вами сейчас происходит, потому что там и что, эээ, я понимаю, вам действительно тяжело, я понимаю, что вам действительно сейчас, эээ, очень легко, вот, я это прекрасно понимаю, эээ, вот, но тем не менее, тем не менее, чем быстрее, чем быстрее вы, эээ, начнёте ориентироваться, эээ, в себе, да, в самой, эээ, тем лучше будет для вас, в том плане, что вы, эээ, сможете, эээ, контролировать, эээ, себя и своё поведение, и, соответственно, лучше распоряжаться, эээ, теми, ээээ, теми, ээээ, силами, которые у вас есть, теми, может быть, даже, ээээ, ресурсами, которые у вас есть, потому что, ээээ, ну, ресурсы, понятное дело, ограничены, ну вот. Если у вас, ээээ, остались вопросы, вы можете написать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Ээээ, если вам понравился мой ответ, я буду благодарен вам, если вы, ээээ, сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и успешного разрешения данной ситуации. Продолжение следует...